Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, это мой новый влог. Я уверена, что вы думаете, какого фига где неделя влогов. Я вам объясню. Неделя влогов будет совсем скоро. 9 числа, ноября, у меня уже будут стоять виниры. Записать хотела бы весь этот процесс. Мои мысли, моё состояние, нравится мне, не нравится. Есть вероятность, что когда мне поставят виниры, я буду очень сильно шепелявить первое время, и я думаю, что это будет очень ржачно. Вчера я была у стоматолога, и я пришла на процедуру обточки зубов. Я была уверена, что мне сделают и верхние зубы, и нижние зубы. Напомню, что мне делают линию улыбки, 10 зубов сверху, 10 снизу. Обточку нужно делать перед тем, как поставить виниры, чтобы виниры было куда приклеить. На самом деле обточка только звучит ужасно страшно, потому что раньше зубы обтачивали просто до вот таких акулих корешочков, но на самом деле сейчас, особенно в клинике, где вот я делала это Smile Studio, там никто тебе не будет так обтачивать твои зубы. Их просто, как знаете, верхний тонкий слой снимают, просто чтобы он был более такой шершавенький, чтобы на него можно было приклеить винир. И обточка заняла немало времени, хотя я так немножко бесилась. Думаю, блин, какого фига так долго, и мне делают только верхние зубы. Но потом я поняла, что лучше я посижу, подожду, лучше я приду еще раз, и мне сделают потом нижние зубы, чем сейчас нафиг все плохо сделают. Поэтому ничего. Расскажу поподробнее про обточку. У меня сейчас наверху стоят временные зубы. Это не виниры, это не зубы. Это вообще какой-то такой материал, который твердеет. До того, как я пришла на обточку зубов, я приходила на чистку. Там десна, вот эти камни, вот это вот все почистить зубы. Потом, получается, у меня взяли слепки для временных винир. Так они называются. То есть мои зубы взяли у меня слепки. И как раз, когда мне обточку сделали, потом взяли вот эти слепки, которые у меня брали. В них, вот такая там челюсть прям моя, налили какую-то жидкость, которая твердеет. Вот так вот мне надели на мои уже обточенные зубы. И все, и оно затвердело, и вот что вышло. Это сейчас не виниры, это типа какая-то пластмасса, которая приклеилась к моим зубам. Выглядит это очень, на самом деле, ну издалека нормально, но не натурально. И я очень сильно с этого угораю, то что я как Кен из мультиков, знаете, про Барби. У меня такая просто сплошняком зубы идут, и все. Короче, я в сторис выставила вот эти вот зубы, типа, а, смотрите, временные мне приклеили. И кто-то говорит, блин, типа, ну, странно как-то, а твои виниры будут белее или такие же, или что-то спрашивают еще. Хотя многие написали, что, блин, прикольно тебе идет, хотя это даже не виниры, это просто, типа, слепок моих зубов. Это мои же зубы, только они чуть длиннее получились, чем были у меня мои зубы. Так что, поэтому теперь, когда у меня открыт рот, так вот, у меня видно зубы обычно, их не видно, они у меня, ну, короткие просто, сами по себе мои зубы. Что я могу сказать про эти зубы, удобно ли мне с ними? На самом деле, абсолютно обычно, так же, как и со своими. Единственное, что нельзя пить что-то красящееся, есть что-то красящееся, потому что это такой материал, знаете, типа, который может легко покраситься, насколько я поняла. Но верхние зубы мне уже через 5 дней поставят виниры. 2-го числа в субботу я пойду, получается, снова в клинику, мне сделают обточку нижних зубов, и потом 6-го числа я приду, мне поставят виниры наверх, на верхние зубы. Сказали, что установка винир может занимать прям много часов, поэтому сразу там 3 часа взяли в запас. Я в шоке, на самом деле, не знала даже. Я думала, мне просто возьмут каждый, типа, винирщик наклеят на зуб, и я пойду такая гулять, но на самом деле, видимо, нет. Короче, не знаю, но это очень интересно, и я просто в шоке, что я на это решилась, клянусь. Во-первых, я действительно об этом мечтала очень давно, ну, блин, с детства, потому что у меня всю жизнь были кривые зубы. И для меня это всегда была не то, чтобы я там, ну да, стеснялась, у меня привычка с детства еще, типа, всегда, если я сильно как-то ржать начинаю, вот так вот рот прикрывать. То есть даже на некоторых видосах вы можете заметить, когда я начинаю ржать, очень часто я рот прикрываю, вот так, типа, ржу. Ну, потому что я не знаю, я просто привыкла. У меня раньше брейки-то были, я всегда закрывала рот, просто даже когда тихонько смеялась, вот так, всегда. И, блин, меня это бесит, какого черта я должна прикрывать свой рот, я хочу сверкать Голливудом, понимаете меня, мои хорошие? Так что вот именно поэтому я решилась. Знаете, наверное, все-таки до конца я успокоюсь только тогда, когда у меня уже будут стоять виниры, и все, вот тогда я уже успокоюсь. Потому что сейчас, пока у меня стоят временные зубы, мне немножко страшновато. Во-первых, то, что они не очень крепкие, грызть ими ничего нельзя, жевать твердую пищу тоже нельзя. Я очень аккуратно ем, а еще мне смыкать зубы нельзя, потому что если я буду их сильно смыкать, то, скорее всего, у меня боковые, типа, клыки или какие-то там отвалятся, потому что у меня неправильный прикус. Вот, но в целом нормально, жить можно. Я думаю, что я протяну пять дней вот в таком состоянии. Вам, наверное, интересно, куда я собираюсь, куда я крашусь. Мы со Славой сейчас поедем на премьеру фильма «Доктор Сон», и я безумно рада, безумно счастлива, что нас позвали на этот фильм, на премьеру. Потому что я хотела. Кто не в курсе, это, типа, продолжение фильма «Сияние», и вчера я только в первый раз в жизни посмотрела фильм «Сияние», но столько мемасиков из этого фильма. Я все это видела давно и хотела безумно нормально посмотреть фильм. Кстати, если вы услышите сейчас какого-то мужика орущего матом, это какой-то наш сосед в нашем доме, и мы со Славой Дико с этого ржем, потому что он постоянно, обычно в определенное какое-то время, типа, в два часа ночи, грубо говоря, начинает орать. И орет он что-то типа «Сука!», потом «Матное слово!». Очень странно. Я не знаю, что там у них происходит, но это очень странно, меня это пугает на самом деле. Я пользовалась помадой «Кати Клэп» от Мак, и она мне очень нравится, но мне не нравится сплошняком ее наносить, поэтому я немножко наношу. И как бы размазываю, чтобы получился такой легкий классный оттенок. Но, кстати, хочу заметить и подчеркнуть, что Слава и Надя сказали, что я стала меньше шепелявить с этими зубами более длинными. Я не уверена на 100%, потому что я за собой не замечаю вот таких прям изменений, но я думаю, что вы сможете подвести какой-то итог в конце этого видео и написать «стало меньше шепелявить?» Не стало, мне кажется, ничего не изменилось. Вам, наверное, интересно, отличаются ли они от моих зубов на ощупь языком, допустим. Да, они более шершавые, мои более гладкие, как будто отполированные и все такое, а эти более шершавые. Короче, сегодня у нас с Юлей Годуновой вышли видосы на каналах. На моем канале вышло видео «Переспать, поцеловать, убить», а у Юли на канале вышло видео «Правда или действие». И там вообще тоже жесть, потому что она меня там заставила писать Роме Жолди. Ну, как заставила? Это было задание написать Роме Жолди, а мы же с ним, типа, когда-то, можно сказать, поругались. Но даже не то, что ругались, а просто перестали общаться. Не очень классно, поэтому... Короче, засрали вот это мое видео с Юлей, потому что говорят, типа, оно нудное. Я могу объяснить. Мне Юля тоже сказала, что оно, типа, долгое, и лучше его обрезать, потому что оно идет полчаса. И мы, типа, там очень долго объясняем свой выбор. Кого убить, почему убить. На самом деле, мне, наоборот, показалось, что это будет интересно, потому что, типа, я блогер, объясняю свое отношение к другому блогеру. И это отношение, например, не самое хорошее. И я объясняю, почему. То есть мне показалось, что это, наоборот, очень интересно, потому что я говорю, вот, типа, этот человек мне там как-то не протянул руку помощи, и поэтому я его, типа, убью. Ну, грубо говоря. Кто-то говорит, типа, нудно. Ну, на самом деле, знаете, я не буду расстраиваться, потому что это такое. Кому-то понравилось, кому-то нет, и поэтому... Ну, кому-то не понравилось, ну, значит, плохо, значит, не буду такое снимать больше. Кому-то понравилось. Так что, ладно уж, чего расстраиваться. Говорят, типа, очень тупо и долго говорить о своем выборе. Это же просто игра. Я думаю, что это не просто игра. Я думаю, что это просто игра, когда ты с друзьями в компании сидишь, А когда ты блогер, который, возможно, обсирает других блогеров, это уже не просто игра, мне так кажется, но не знаю. Кто-то говорит наоборот, типа, классно, вообще зашло нереально. Ну, то есть, опять же-таки, я думаю, что кому-то понравилось, кому-то нет, и это нормально. Просто чаще всего под другими моими видосами больше комментариев, типа, нравится. Поэтому, когда есть комментарии, типа, не нравятся, я немножко расстраиваюсь, потом думаю, ну ладно, ну не может же быть все идеально. Люди злятся, то, что девочек было много в игре, из которых мы выбирали, и, типа, мы часто выбирали вот это вот, переспать, типа, с девочкой. Но на самом деле не только потому, что, типа, это девочка, и чтобы, там, типа, парня не обидеть, кто-то так предположил. На самом деле нет, просто когда выбор какой-то попадал такой, что, там, девочка больше нравится из этой тройки, например, девушка какая-то, там, блогер, звезда, неважно. Конечно, мы выбирали так. Ну ладно, не знаю, посмотрим. Надеюсь, что нормально зайдет. В любом случае, я рада, что у меня вышло видео новое на канале, и для меня это всегда очень важный момент. Очень важная радость моя. Ты приближаться будешь? В смысле? Ну. Да нет. Короче, мы сейчас оденемся, выйдем, поедем, братья, покушаем, да, и потом поедем в кино смотреть премьеру. Так, ну что ж, мы сели в машину, сейчас ее прогреваем, на улице холодно, снег, мы не... О, как хорошо стало, да ты гений, блин. Не, так плохо. А вот так, вставь. Умчи меня, олень, свою страну оленью. Там так поется? Вырубай, Мороз. Нет. Ну, пожалуйста, расскажи что-нибудь веселое. Когда ты начнешь неделю влогов, как мы с тобой будем жить? Я тоже хочу неделю влогов начать. Блин, на самом деле это интересный вопрос. Я думаю, что надо будет камеру взять вторую. Все. Я буду со своей камерой, ты будешь со своей камерой, и будем мы по разной стороне полюсов. Ну как? Полюсов. Ну как? У нас каждый день будут выходить видосы одинаковые. Я думаю, что просто кто-то начнет, например, на три дня раньше, а кто-то позже. Ну, грубо говоря, если мы хотим в одно время начать. Потому что я хочу начать в начале ноября, так как у меня девятого уже будут виниры, и я хочу... Я завтра не начну, потому что я уезжаю на дачу, и я начну только после выходных. И это с четвертого, например, мне оптимально. Ты, например, можешь начать хоть завтра. Но мне не надо завтра. В субботу можешь начать. Там-то дело. Мне надо, чтобы они успели увидеть мои виниры сверху и снизу. Хотя, я не знаю, в принципе, я могу подумать, подловчиться и... Им что, не будет интересно смотреть твои мои влоги? Ну, просто мы же живем вместе. Было бы неплохо, чтобы два человека работали на одну камеру, типа, знаешь. Ну да, это логично. Ну, на самом деле, я готов подвинуться на следующую. Думаю, что мне нужен будет помощник для съемок, потому что я планирую быть в местах таких интересных, типа, музеев и театров и прочее. А там ты узнай сначала, можно ли там снимать. Да, вот тоже хороший вопрос, пока еще не в курсе. Но это все надо будет сделать, когда я буду планировать каждый день. Так, вот мы уже приехали, например. Да, нам дали ключи. И смотрите, да, это типа как пригласительный или что это такое? Наверное, это просто как памятный такой знак. Думаешь, нам подарят? Я надеюсь, что нам подарят эти ключики, потому что они прикольные. Здесь номер 237, как в оригинальной... Точно, это самая страшная комната, типа... Да, это самая страшная комната, как в оригинальном фильме из Стэнли Кубрика. Очень страшно. Самое крутое, что побимо нас с Славой тут еще Милена, Коля, и вон они получают свои ключики. Получила? Привет, скажи. Привет. Как пути Милен? 237. У всех? Ну, конечно, ты смотрела эту... Смотрела на эту, но только у одного. Нет, там типа комната вот эта 237, в которой типа произошел кошмар. Мне кажется, это как ужасная. Нет, нормально. Ты себе татуху налила, сердечко. Она уже после. А, да? Да. Мы откроем. Сегодня всем... Коля! Привет, мой хороший. Всех. Всех, да. Нам сказали, что главное, чтобы вам не бывался этот номер 237. А он у нас все. Нет, он всем одинаковый. Вы смотрели предыдущую часть? Ну, в смысле, сияние. Он мне говорил, что смотрел. Мы вчера посмотрели. Ой, я так рада, что мы встретились. Вообще так редко видимся. Тут все очень красиво, круто. Ну так. Не знаю. Сижу, нормально. Но я не ищу. Выпивки, угощения. И вот смотрите, как тут все классно оформили. Мужчина играет на фортепиано. Женщина играется. Короче, это самая, наверное, крутая премьера такая интерактивная, на которой я была. Вау. Вау. Доктор Сон. Я хочу там сфоткаться. Ну что ж, мы уже сидим в зале. Я тут впервой. В общем, вот такой зал. Я здесь впервой. Сегодня мы посмотрели Доктор Сон. И, наверное, у меня были какие-то другие ожидания от этого фильма. Точнее, я ждала какой-то вообще другой сюжет. А получился другой сюжет. Были очень классные моменты. В целом, мне фильм понравился. В каких-то моментах было немножко затянуто. Но в целом, мне понравилось. Особенно, что я для себя подчеркнула, это то, что были моменты из первой части фильма. Для меня это почему-то сыграло какую-то очень большую роль. Потому что я, видимо, хотела это увидеть. Потом мне понравилось, что были стрёмные моменты. В основном, это вот эти вот резкие моменты, звуки, музыка страшная. Вот. Так что, в целом, фильм понравился. Думаю, посмотреть можно. Всем реально рекомендую до 7 ноября. Или, там, когда вы пойдёте на этот фильм, потому что он выходит с 7 ноября в кино. Всем рекомендую посмотреть первую часть. Кстати, совсем забыла показать вам мой маникюр. Зацените, как вам. Мне безумно нравится эта красная втирка. Если говорить откровенно и честно, сегодня я прям без настроения. Но при этом я всё равно решила записать влог. Но, знаете что, я ненавижу и не снимаю обычно никогда в плохом настроении видео. Блин, даже классное видео может получиться не очень каким-то там клёвым из-за моего плохого настроения. Потому что я не такой... Я не могу. Я, конечно, пытаюсь всегда скрывать. Если, там, у меня плохое настроение, я улыбаюсь, потому что жизнь такая. Но постоянно это невозможно делать. И всё равно, так или иначе, ты не можешь постоянно скрываться. И какие-то эмоции даже на твоём лице. И шутки... Ну, те же шутки. Они не родятся в плохом настроении. Я как истинный комик вам говорю. Нет, конечно, я никакой не комик. Зашла тут посмотреть комментарии под влогом. Моя повседневная жизнь. Купила сумку за 100 тысяч. Распаковка туда-сюда. В видео, где я покупала себе сумку и рассказывала, сколько стоит ремень, я говорила то, что вот, наверное, вы все меня засрёте, то, что я такие бешеные бабки трачу на это. Потом я в комментариях много... Ну, не много, но читала такие комменты от некоторых людей. Типа, Юль, ты что думаешь? Мы вообще, типа, не можем себе ничего позволить. Типа, у меня тоже есть, типа, там такой ремень и сумка там, и что-то такое. В этом роде. Я просто понимаю, что большинство людей всё-таки даже не то, что не могут, не будут покупать такие дорогие вещи. Потому что я на 100% убеждена, что в этом нет никакого смысла. И я тоже не хочу... Мне эти вещи не то чтобы не нужны. Мне они не нужны. Но для моей работы они нужны. Вот как бы так объяснить. Я, кстати, в том влоге должна была вам рассказать, но в итоге не рассказала, потому что забыла. Мне сказали такую интересную вещь. Вот, например, если у меня есть фотки в Инстаграме, где я с какими-то брендовыми дорогими вещами, в этих вещах, неважно, то какой-нибудь клиент, рекламодатель, зайдёт в мой Инстаграм, и такой видит, вау, нифига, она крутая, она может себе это позволить, она востребованная, она классная, мы хотим, чтобы наш продукт был наряду с фотками, где она в ремне от Гуччи. Как бы это ни звучало, мне эту мысль кое-кто дал. И я подумала, что в этом что-то есть. Не то чтобы это... Только это играет роль, но на самом деле, я думаю, всё-таки это тоже в какой-то степени играет роль. Мне абсолютно нафиг эти вещи дорогие не нужны. Ну, типа, я без них жила всю жизнь? Офигенно. Я на самом деле лучше бы себе обои, наконец-то, уже поменяла дома. А я всё это никак не сделаю. И когда я думаю о том, что у меня просто в голове не укладывается, что, в принципе, я могу реально поменять обои во всей квартире и потратить столько же денег, либо купить одну сумку. Но эта одна сумка, она, конечно, классная, она качественная, да. И я понимаю, что, грубо говоря, можно купить тоже такую же хорошую, качественную, классную, кожаную сумку, но в миллион раз дешевле просто. Я это прекрасно понимаю. Кто-то пишет в комментариях, эти 25 тысяч ты могла отправить в детский дом, в дом животных и так далее, но не, ремень важнее. Я никогда никому нигде не рассказываю, кому я помогаю, куда я отправляю деньги, куда я отдаю свои вещи. В основном я всегда говорю, что вещи, там, свои, которые я не ношу, те же самые я отдаю маме. Это так и есть. Мы и для себя делаем, но при этом мы помогаем всегда. Когда есть возможность, мы всегда помогаем другим людям, поэтому я не очень люблю вот такие вещи. Поэтому, на самом деле, я всегда переживаю, когда кому-то рассказывают, что вот я купила себе вот это там, ну, дорогую сумку, например. Для меня это тоже очень дорого. Я к этому не отношусь так, типа, о, 100 тысяч. Но если говорить откровенно, у меня пост в Инстаграме стоит дороже, чем вот эта сумка. Но для меня это все равно, ну, не маленькие деньги. Ну, то есть, несмотря на то, что я могу заработать столько денег за фотку в Инстаграме, для меня это не маленькие деньги. Наверное, все-таки отчасти именно из-за того, что это какой-то имидж, а не потому, что я очень сильно хочу эту вещь. Мне реально по барабану. Ну, то есть, блин, реально. Я вообще, опять же-таки повторюсь, Barter Forever, я ненавижу. Я вот просто в какой-то момент своей блогерской жизни ты понимаешь то, что платить за вещи пасться. Вот сейчас уже прошло больше недели, я даже не знаю, больше двух недель, как я купила себе дорогущую сумку. Вы, наверное, думаете, почему столько внимания я этому уделяю? Ну, потому что, наверное, я привыкла, что вокруг меня крутится вот это вот все, типа, о, брендовые вещи, без брендов ты ничто. И меня это максимально бесит, потому что я с этим полностью не согласна. Но, к сожалению, в обществе, в котором я нахожусь, кручусь, работаю, это играет роль. Все такие крутые, все такие классные. Я понимаю, что не вещи красят людей, но в нашем обществе на это смотрят, к сожалению. На это смотрят и делают выводы. То есть, я появляюсь с сумкой Louis Vuitton в обществе, на меня смотрят и просто практически пальцем показывают. Боже, она просто вообще, она богиня, она царица. Она, футитон, ну пипец. Не то, чтобы мне это нужно в жизни, но это отношения людей. Так что, да, и могу сказать вам вот что. Я ничего не чувствую. Абсолютно ничего не чувствую. Вот появилась у меня эта сумка за 100 тысяч. Да, в какой-то момент я порадовалась. И, наверное, это, знаете, и радостно, и не радостно было, потому что потратить столько денег. Но да, мне нравится эта сумка. То есть, я же потратила столько денег не на какое-то говно, которое мне не нравится, а реально на то, что мне нравится. Но просто оно мне не так уж и надо было. Именно для меня, в моей жизни оно мне не надо. Но для моей работы, опять же-таки, для моего имиджа, мне это очень надо было. Поэтому такое вот дело. Уже 2 часа ночи почти. Блин, я не знаю, пойти завтра к врачу, не пойти. Вообще-то мне надо. Мне нужно прийти к врачу, чтобы она мне, короче, сказала, типа, анализы сдавать какие. Там какое-то направление дала на анализы. И мне это надо. Но мне неохота вставать в 11. И опять же-таки, меня очень часто засирают за то, что я поздно встаю и, типа, поздно ложусь спать. Я согласна полностью. Я, знаете, я ненавижу поздно вставать. Потому что, когда я поздно встаю... Вот даже, знаете, для меня нормально проснуться, это в 11. Вот в идеале это было бы вообще классно. Если бы я просыпалась в 11 каждый день, это просто, ну, благодать реально. Это не очень рано. Мне комфортно. Ну и при этом, то есть, я и высплюсь. Ну, зависит от того, сколько я лягу. Но вот в 11 встать, это было бы идеально. Из-за того, что каждый день просто, что бы я ни делала, как бы рано я ни встала, у меня вечером появляется какая-то фигня. И я просто даже не замечаю, как проходит время. То есть, я могу сесть за монтаж, прихожу в себя, заканчиваю монтаж или обращаю внимание на время в 3 часа ночи, в 4 часа ночи. И в этот момент я такая думаю, о, охренеть, сколько времени. Кстати, я спросила у врача, когда я пришла на консультацию, так сказать, она у меня спросила, собираюсь ли я в ближайшем времени беременеть или не беременна ли я. На что я ответила, что нет, в ближайшее время не планирую. И она сказала, это хорошо, потому что что-то там, туда-сюда. Конечно, всё, у меня их головы вылетело. Что, куда? Я, короче, ей пишу. Буквально за день до того, как мне сточат верхние зубы. Это было позавчера, что ли? Ну, короче. Спрашиваю, что она имела в виду, почему нельзя, почему она вообще у меня об этом спрашивала. Она сказала, что вообще я в интернете прочитала, почему беременным нежелательно делать виниры. И почему у меня ещё мама очень часто и постоянно говорит, вот, зачем ты всё это делаешь? Сначала роди ребёнка, а потом уже делай с собой, что хочешь, грубо говоря. Ну, понятно, что вот эти вот все инъекции, даже какие-то, которые я делаю, наверное, они как-то влияют на организм, что-то там меняют в моём организме. Я не знаю. Я не уверена. На 100% не знаю. Но по поводу винир, что могу сказать, почему, типа, желательно делать после того, как родишь ребёнка, потому что, когда вы беременны, у вас, типа, ребёнок забирает витамины, зубы у кого-то начинают крошиться, ногти ломаться, волосы там выпадать, всё такое. Я это 100 тысяч раз слышала, и моя мама мне постоянно об этом говорила, вот, типа, у тебя вообще жесть, у тебя и так с зубами вечные проблемы, не делай ты себе эти виниры, сделай, когда родишь. Я понимаю, что я не знаю, когда я рожу ребёнка, понимаете, я очень этого хочу, но я не знаю, когда это произойдёт в моей жизни. Без понятия. Может, это произойдёт, блин, хрен вообще знает, когда. Не в ближайшие 5 лет, может, даже. Я без понятия. Но я очень бы хотела, конечно, чтобы это произошло раньше. Вот. И мне надоело просто сидеть и ждать. Я не могу всю жизнь ждать. Мне это нужно сейчас. Эти, блин, виниры. И я не буду, типа, объяснять, зачем они мне. Мне плевать абсолютно, что будут люди писать по поводу того, что вот, вся такая-сякая. Мне это надо. Я хочу, я имею право и возможность иметь красивые зубы. Я заколебалась ходить в брекетах. Всё это мне уже надоело. Просто ненавижу. Я всю жизнь хожу по стоматологам, по зубным врачам. Почему я должна это делать, если у меня есть возможность просто взять, поставить виниры и всё? Потому что, когда я пришла к врачу, мне вообще сказали, типа, то, что вам брекеты показаны, и надо как бы брекеты ставить, и в них два года ходить. Я сказала, что нет. Я, ну, категорически нет. Типа, я не хочу брекетов. Потому что они у меня уже стояли два раза, и сейчас мне вообще не до каких брекетов. Сейчас меня смущает то, что у меня зубы под наклоном стояли, понимаете? А мне про брекеты говорят. Ну, как бы, если меня смущало то, что зубы под наклоном, так в брекетах ходить точно не хочу. Ну, типа, просто не хочу. Я это уже переживала в своей жизни. не один раз, и нафиг. Я на самом деле очень волнуюсь. В любом случае, знаете, всегда любое решение такое, вот это, знаете, как раз относится к тем решениям, которые я принимаю уже сама, как взрослый человек, и сама буду нести там ответственность за эти решения. И, конечно, в такие моменты я волнуюсь, потому что я понимаю, что я сама за себя отвечаю, и если что-то, типа, будет не так вдруг, это чисто моя проблема. Я сама должна её решать. У меня мама безумно переживает по поводу того, что я решилась на виниры, потому что, типа, опять же-таки, стачивают зубы, всё такое, надо со своими походить столько, сколько возможно. Но знаете что? Я понимаю, если бы у меня были какие-то зубы, которыми я бы гордилась, ходила счастливой, но реально, ну, типа, у меня абсолютно обычные зубы, они не смыкаются, у меня неправильный прикус. Это не та история, что, типа, я взяла и испортила свои зубы. Это история о том, что я заколебалась пытаться сделать мои зубы неиспорченными. Я не знаю, как это назвать. Короче, заколебалась, решила, всё, хочу, буду красоткой, офигенной, просто чика, и мне пофиг. Ещё очень-очень много людей прислали всякие ужасные, страшные истории по поводу того, как им ставили виниры, какой кошмар у них был, что у них происходило с дёснами, всё такое. Начинаешь думать то, что, блин, а вдруг у меня тоже так будет, что же я наделаю? Да нафиг! Ну, надоело, реально. Живём один раз, я не знаю, пока что у меня нет винир, пока что у меня ещё никакого результата нет, только промежуточный, и, конечно, ходить с такими очень нормально. Я с ними нормально хожу, единственное, что я очень аккуратно жую, потому что я боюсь, что что-то, блин, не так, не смыкаю зубы, чтобы их вдруг не сломать, потому что я не знаю, насколько они крепкие, вот в чём суть. Если я начну сейчас грызть орехи, то стопудово они у меня, эти зубы, просто отвалятся. Ну, не с моими, а вот эта вот накладка. Но так она не снимается, то есть я её сама, наверное, сейчас не сниму, ну и пробовать не планирую, но вчера я даже чистила, и сегодня, конечно же, днём чистила зубы с этой фигнёй, я просто очень медленно и аккуратно по ним водила. На самом деле, они же идут реально как сплошняком. Ну, типа, слышно, что как бы между ними есть пространство между зубами, как и на нормальных, обычных, реальных зубах, но они идут сплошняком. То есть между них, ниткой, наверное, я не смогу пройтись и пробовать не буду. Поэтому это вот такая история. А ещё вам наверняка интересно, какой цвет зубов виниры у меня будет. Эти, это вообще не виниры, опять же, такие просто, я не знаю почему, мне люди начали писать директ, вау, тебе идёт, а виниры у тебя будут такие же или типа светлее. Люди не понимают, что это вообще просто какое-то желе. Виниры должны быть абсолютно по-другому, должны выглядеть. Во-первых, они будут выглядеть, естественно, красиво, они будут очень белые, но я выбрала не самый белый оттенок, а второй по белизне, который более бежевый, то есть более натуральный, но он всё равно будет белый. Я всегда хотела виниры, но я никогда не хотела себе унитаз вместо зубов, хотя я уверена, что всё-таки, наверное, вот эти виниры, керамические, которые даже самые белые, наверняка они не выглядели бы как унитаз, но всё равно, блин, это бы сильно выделялось, я думаю, поэтому я полагаю, что те зубы, которые я выбрала, тот цвет, он и так будет выделяться и будет очень белый. всё-таки, знаете, я не против каких-то перевоплощений, каких-то операций, возможно, даже, я не против, но я только за то, чтобы это выглядело естественно. Просто у всего есть предел, если тебе что-то не нравится в себе и ты можешь это поменять, ты это меняешь, но меня это, типа, без фанатизма, без вот этих вот приколов, просто сделай это красиво, аккуратно, естественно, но при этом так, чтобы тебе нравилось. В общем, не знаю, это был такой очень простой, лёгкий, лайтовый влог, наверное, больше подготовка к неделе влогов, которую, скорее всего, я начну с понедельника. Надеюсь, что вам понравилось это видео, оставляйте обязательно комментарии, чтобы в следующем влоге я могла отвечать на ваши комментарии, которые вы здесь оставляете. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, инстаграм, мы сегодня только с вами немножко поболтали, побеседовали, я буду всё вам обязательно рассказывать про мои зубы, про то, как всё происходит, как всё будет, всех люблю, целую, обнимаю, обнимаю.